Однополярный мир, она вообще непонятна, он беспринципиальный мир, мне кажется. Давайте пойдем на историю Рим, римская великая история, однополярный почти мир. Хотя они не чувствовали на Востоке, как был мир, потому что по определению там не было инфраструктуры, отношений. 13 век тоже такой был, однополярный не мог быть. Ватикан тогда начал свою ветвую политику миссионерскую, религиозную нашла на Восток, то есть Византию покорив, на Русь прийти и так далее. А в это время монголы создавали свое государство, то есть Степное, они шли тоже на Запад. И это было еще первым вызовом тогда однополярным миру, что сильный мир сияния невозможен. Потому что если Бог создал государство, они должны соображать, собираться, сообщество превратиться, как мы сейчас Евразийский Союз говорим или Европейский Союз говорим, как бы, да, или БРИКС, например, говорим. То есть вот так. Ну, у Америки, конечно, свое видение. У этих друзей, конечно, свое понятие в этом мире, свои, как бы, цели, конечно, в этом. Они защищают и преследуют, и будут защищать свои цели экономики, сферы демократии, развития институтов, например, человеческих. Ну, видите, в некоторых странах это не проходит по какой-то понятию, потому что, ну, граждан с сообществом не готовы, или государство с граждан с сообществом не работает вместе вообще. Может, в этих странах, да, не проходит ихняя тенденция, да. И здесь идет в организме дискомфорт, когда, то есть идет реальная стычка, лобовое столкновение. Вот. И я сейчас чувствую цивилизационное столкновение в религии тоже, в религиях, да, и в политиках огромное. То есть геополитика стала очень извращенной сейчас, мне кажется, очень. И, как бы, обсуждая какую-то тематику маленькую, она переходит на огромную фазу, прям, вплоть до агрессии, что надо вот так. Вот простой пример закона пропаганды геи, да, ну, как бы, простите, конечно, за выражение, но секс-меньшинцев, как правильно называется, вот, тоже, как. Хотя я не чувствую, что в России где-то они уменьшают права, ну, как правило, они, мне кажется, живут где-то, развлекаются где-то, ну, в своей жизни, и никто их не преследует, ну, как бы, просто взяли и подняли от этой темы, чтобы надавить, как бы, да, чувство государственного управления, мне кажется, в этом плане, чувство граждан. А здесь граждан, многие не воспринимают еще это, как бы, и, ну, это нельзя ругать, что Россия отстает, нет, она в порядке где-то вещей и переходит, например, чем в американском сообществе. Я там, конечно, не жил и не живу там, я не могу, но пока что я оттуда вижу друзей, партнеров, когда они приезжают, когда мы встречаемся, чувствуется, что мы не американцы, а они, как бы, да, не мы, вот в этом плане. И я здесь чувствую двухполярный мир свой, хотя в Китае тоже ты чувствуешь, что там тоже свой мир, и я бы сказал сейчас не двухполярный мир, как три или четырехполярный мир. Индия тоже не согласилась бы стать, как бы, да, у них свой мир, у них своя цивилизация, они защищают свою цивилизацию. И я собираюсь в Африке тоже свой такой полярный мир какой-то вовлечь, чтобы сообщество готово было. То есть с африканцем не приходили уже, корпораторы белые, и за них все решали, там, всякое там. Я хочу, чтобы у них, у политических их лидеров была своя адекватная, длинновидная политика, как ресурсы правильно использовать, как бы вовлечь сюда свой народ, как правительство готово, какие законы, чтобы вышли. И эти законы могли бы быть защищенные, а не то, что вот, например, он ушел, а следующий президент сказал, нет, ну, как бы, таких не было. Вот, и сейчас в этом мире только договоренность нужна, мне кажется. Диалог, хороший диалог должен. В диалоге именно хранится огромное оружие договоренности, это мое мнение чисто такое. Потому что по-простым даже, если два человека встречаются, они друг друга не понимают, они разговаривают в одном языке, ну, якобы, в одном языке, но на двух языках, да, ну, там не получится ничего. И только в диалоге, и политические руководители тоже должны иногда не забывать просто, когда переходят, там, черты своих, да, там, к границу, они должны понимать, что они лидеры, и ответственность несут за эту страну, как бы, да, и за конституцию, и за правила, и, как бы, интересы для государства надо соблюдать так, не как, как я хочу, я вот президент, а так, как общество это примет или не примет, мне кажется, так. Это мое чисто такое ответ. То есть я за многополярный мир, потому что однополярный мир, он, мне кажется, приведет никуда, это мое мнение просто.